В городе начались рейды по объектам размещения. Сотрудники администрации вместе с налоговой инспекцией проверяют частные гостиницы, многие из которых не стоят на налоговом учёте. То есть, по факту, собственники жилых домов занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но доходы скрывают. Власти напоминают, на участке под ИЖС можно построить только жилой дом для одной семьи. Таково целевое назначение участка. Несмотря на свидетельство о собственности, права строить то, что захочется, у хозяина нет. Гостиница на участке под ИЖС – такое же нарушение правил, как и многоквартирный дом. Либо необходимо менять вид разрешённого использования земли. Но сотни сочинцев выбирают другой путь – незаконный. До двух тысяч у нас таких объектов только в одном Лазаревском районе. И, скорее всего, примерно такое же количество будет и в Адлерском районе. Естественно, что наша задача сделать так, чтобы либо они действительно привели свои земельные отношения в соответствии с законом, привести земли к целевому назначению. Они должны получить техницкие условия у Кубани-Нерко, у водоканала. Это будут совсем другие цены. И, конечно, они должны встать на налоговый учёт, как коммерсанты. До сегодняшнего дня встать на налоговый учёт хозяев объектов размещения вынуждали убеждениями и штрафами. В итоге за год они выплатили 270 миллионов рублей. Теперь тактика меняется. Мы сейчас совместно с водоканалом, с Кубани-Энергосбытом, с Пожнадзором по каждому объекту этому проводим обходы и понуждаем их к тому, чтобы они были приведены к требованиям действующего законодательства. Есть у всех служб свои рычаги воздействия на недобросовестных предпринимателей. Например, водоканал отключает воду, Кубани-Энерго приостанавливает подачу электричества. А если мы увидим, что объект продолжает работать незаконно, тогда будем принимать к нему самые жёсткие меры.